Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор об очередном туре российского чемпионата. И переходим к одному из самых интригующих матчей, где Арсенал принимал московский Спартак. Интрига здесь была сумасшедшая, потому что тулики за последние годы превратились в одного из самых неприятных соперников для красно-белых. Тула регулярно бьет московский Спартак и в таких случаях еще в Испании иногда команды называют Бестия Негра. Черная Бестия, которая раз за разом тебя обыгрывает, а ты ни черта не можешь сделать в ответ. Вот и здесь такая получается очень интересная ситуация. Казалось бы, Арсенал уступает Спартаку в плане амбиции, в плане возможностей, финансов, но при этом регулярно его обыгрывает. Ну а сейчас матч был вдвойне интересен, потому что и Спартак, и Арсенал бьются за шестую-пятую строчку, ну за попадание в Лигу Европейскую зону. И у той, и у другой команды есть такие амбиции, поэтому в данной встрече сражение шло, как принято говорить, за шесть очков. И давайте разберемся в тактической подоплеке этого матча, как действовал Спартак, как действовал Арсенал, какие были планы у этих команд и как они реализовывались. Друзья, многие из вас, скорее всего, как и я, любят спорт. А что если я скажу вам, что на этом можно еще и неплохо заработать? Я недавно наткнулся на очень интересный телеграм-канал FloraBet с бесплатными прогнозами на спорт. В нем, ребята, каждый день публикуют бесплатные прогнозы на различные спортивные мероприятия. Никаких договорных матчей, никаких раскруток счетов, только стопроцентная аналитика каждой встречи. Если вас заинтересовал данный телеграм-канал, ссылочку на этих клевых ребят я оставлю в описании. Переходите и начинайте зарабатывать уже сегодня. Ну и начинаем мы тактический разбор, конечно же, со стартовых составов. Было очень интересно посмотреть на то, как будут строить свои команды Чревченко и ТДСКу после достаточно серьезной паузы, связанной с коронавирусом. Ну и хотелось бы отметить, что в составах были любопытные нюансы, которые стоит обсудить. Красно-белые хоть и сохранили верность своей тройке центральных защитников, но при этом в каком-то смысле удивили подбором исполнителей. Потому что здесь вместе с Жиго и Джики появился Маслов. Понятное дело, Кутепова не было в составе, но многие считали, что Гапонов должен появиться третьим центральным защитником. Но здесь был выбор в пользу именно что Маслова. При этом хотелось бы отметить, что на правом фланге защиты появился не Зобнин, который стал достаточно привычным по последним матчам в качестве правого латерали. Здесь появился рассказов. Слева, понятное дело, Айртон. Ну и таким образом Зобнин передвинулся в середину поля, где сыграл вместе с Кралом. При этом, понятное дело, Зобнин выполнял очень много функций. Если вы посмотрите на его тепловую карту, он здесь перемещался практически по всему полю. Но все равно обратите внимание, что у Мяров остался на скамейке запасных. И на мой взгляд, вот эта связка Зобнин плюс Крал является в каком-то смысле более трудолюбивой и более оборонительной. Как мне кажется. Потому что у Мяров это все-таки футболист, который очень много функций выполняет в плане глубинного плеймейкинга. То есть в плане того, чтобы из глубины отдавать обострящие передачи. Зобнин это все-таки классический работяга, как и Крал. И таким образом, здесь была создана максимально трудоспособная связка. Чтобы в том числе освободить от лишней работы Зелимхана Бакаева, который вышел под нападение. И хотелось бы отметить, что в наступлении появился Соболев и, внимание, Ларсон. Не Понса, а именно Ларсон. То есть здесь, опять же, была сделана ставка на более маневренного, более подвижного и более вариативного атакующего футболиста. Потому что Понса, это все-таки достаточно классический центр-форвард. Пускай не высокий, но прекрасно играющий на втором этаже и достаточно много работающий сверху. А Ларсон, это футболист, который много перемещается по фронту атаки. Если посмотреть на его тепловую карту, то, опять же, мы видим, что очень много он перемещался по фронту наступления Спартака. То есть здесь можно признать, что красно-белый состав нас удивил, но при этом еще больше удивил тульский Арсенал. Здесь Шревченко даже изменил схему под конкретного соперника. Потому что известный факт, что удобнее защищаться, когда ты имеешь такую же расстановку, как соперник. То есть, допустим, у оппонента три центральных защитника. Ну и ты выпусти три центр-бека. Таким образом, на каждого атакующего футболиста красно-белых придется твой оборонительный игрок. То есть симметрия схем позволяет максимально эффективно защищаться. Потому что она не позволяет сопернику за счет разницы в расстановках создавать какое-то численное преимущество на отдельных позициях. Поэтому здесь Арсенал впервые за достаточно долгое время сыграл в три центральных защитника. Причем, что интересно, в качестве третьего центр-бека здесь вместе с Беляевым и Гигалавой появился Костадинов. Футболист, который все-таки нам достаточно привычен по позиции центрального хавбека. Но его здесь выпустили в качестве третьего центр-бека. Справа появился Ковалев, что достаточно серьезный сюрприз. Слева Альварес, ну а в центре здесь был Чаушич, опорный хавбек. И здесь же был Горбатенко, экс-футболист Спартака, для которого матч был особый. Который должен был связывать центральную зону полузащиты и атакующую группу. Атакующую группу в лице Лисового, который, понятное дело, должен был показать себя. Все-таки арендован у Зенита, для него матч против Спартака особый. Здесь же появился Луценко, классический центральный нападающий на Австрие. И здесь же Ткачев, экс-игрок Локомотива, экс-игрок ЦСКА. Вообще, если говорить о составе Арсенала, то здесь полным-полно футболистов, для которых матч против красно-белых особо принципиален. Ну и что же мы увидели в результате этой встречи? Если говорить по факту, то Спартак позволил сопернику больше владеть мячом. И красно-белые осознанно отдали мяч сопернику и сыграли в каком-то смысле прагматично. Честно говоря, мне немножко удивило то, что Арсенал играл именно в такой наступательной манере. Возможно, сыграло роль то, что последние матчи здесь Арсенал выигрывал у красно-белых. Ну и возможно, это позволило Туликан чувствовать себя, ну не то чтобы фаворитами, но командой, которая может здесь удивить московский коллектив. Ну и возможно поэтому в результате главный тренер Арсенала Чревченко посчитал, что можно действовать первым номером. Казалось бы, играют в три центральных защитника, но за счет большой группы атаки они стремились максимально навязывать свое владение, свой контроль и свои опасные моменты сопернику. В результате, по ходу всей встречи в целом, мы видим 57 на 43 в пользу Арсенала в плане процента владения мячом, мы видим 22-15 по ударам в пользу Арсенала, то есть в общем и целом здесь основные атакующие статистические данные в пользу канониров или в пользу оружейников, как еще их иногда называют. То есть, казалось бы, Тулики выстроились в три центральных защитника, но действовали достаточно наступательно и достаточно смело против грозного соперника. И чем это в итоге обернулось? Ну, во многом тем, что Спартак получил возможность достаточно хорошо действовать на контр-выпадах, достаточно хорошо использовать свободные зоны в защите соперника. Все-таки, при всем уважении к Костадинову, но он привык к позиции опорного хавбека, центр защиты – это не его зона. Ну и тот же самый Ковалев справа в обороне, прям, скажем, не самый основной вариант на данную бровку. Поэтому защита Арсенала была в каком-то смысле ослаблена, и здесь Спартак за счет своих контр-выпадов достаточно активно создавал моменты. Кстати, любопытный нюанс в этом матче – это то, что на позиции голкипера у Арсенала появился Шамов. Голкипер, которого многие не ожидали увидеть на последнем рубеже. И, с одной стороны, сложно предъявить конкретные претензии этому стражу ворот, но есть у меня ощущение, что команда немножко от него отвыкла. Все-таки давно он не играл, и такие резкие перестановки, они, на мой взгляд, были излишними. Стоило доверить снова Левашову пост номер один, как мне кажется. И в результате, на мой взгляд, не хватало слаженности действий вратарской позиции, центра защиты и остальных оборонительных зон. Поэтому здесь Спартак создавал опасные моменты и их реализовывал. Под занавес первого тайма Соболев забил гол. Он забил не так много за Спартак, больше отдает результативные передачи, но тем важнее, что он смог реализовать этот момент. Дальше Айрден и Рассказов размашистой атакой смогли реализовать момент. Обратите внимание, голевую передачу отдал один крайний защитник, тире Латераль, забил другой. То есть здесь показали, насколько широко по фронту наступал Спартак. Ну и дальше, уже после выхода Эзекиля Понсе, Ларсен вместе с ним реализовал еще один эпизод. И хотелось бы отметить, что в целом, вся сюжетная линия этой игры была идеально выстроена Доминика Тедеско. Все было выстроено именно так, как нужно московскому Спартаку. Он забивает мяч под занавес первого тайма. Дальше все больше и больше откатывается к своим воротам, позволяя Арсеналу больше владеть мячом и, соответственно, позволяя Спартаку больше переходить в контр-выпады. И таким образом, под занавес второго тайма счет был уже 3-0. И это была, казалось бы, идеальная встреча для Спартака. Именно так, как любит Тедеско. Программатично, сухо, цинично, но так, как нужно. Команда не так много атакует, команда не так много наступает, но при этом достаточно эффективно использует свои контр-выпады, достаточно эффективно использует свои атаки. И в этот момент казалось, что Арсенал уже ничего не представит против своего грозного оппонента, но здесь, конечно, под конец они устроили настоящую, я даже не знаю, как назвать, комедию, трагедию, либо боевик, но в дополнительное время Арсенал отыграл два мяча. Они уступали 3-0, но были близки к тому, чтобы сотворить подвиг на уровне Манчестер Юнайтед лучших лет. На уровне того самого Манчестер Юнайтед времен Ферги Тайм, когда в концовке они были способны отыграть любое отставание. И здесь, обратите внимание, сперва Луценко реализовал свой момент, ну а потом, когда пробивали пенальти, здесь уже Максименко отразил 11-метровый, и на добивании был Лисовой. И знаете, в концовке у меня было ощущение, что все может закончиться очень плохо для Спартака, но в результате 3-2 победа красно-белых, но что называется, на тоненького. Как мне кажется, здесь в концовке Спартак немножко был самоуверенным, немножко они почувствовали, что они уже добились победы, и можно спокойно доводить матч до логического завершения победы со счетом 3-0. Но здесь Арсенал не только смог навязать борьбу, но и, в принципе, мог даже отыграться, что было бы, возможно, самым потрясающим камбэком в истории современного российского футбола, в дополнительное время отыграться от Спартака со счета 3-0, что может быть еще более героически. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube-канал, и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.